Ребята, посмотрите, сколько гуся! Захочешь посадить, не посадишь, сейчас приближу. Охренеть! Все, пошел взлетать. Обалдеть! Я говорю, захочешь посадить, не посадишь. Особенно здесь, на Ярославщине, сколько сидели, тяжело стадо посадить манками. Охренеть! Вы посмотрите, сколько! Ребята, все поле там, там, там! Прикольное! Вот так вот! Ребята, всем с добрым утром! Едем копать! Прибыли покопать. К сожалению, планов много порушены из-за клещевальни. Ну да ладно, будем ходить по местам, где ходится. Сейчас поле проезжали, еще одну вспашку, еще стаю подняли, ну поменьше гуся, гуся в море. Хотя сезон весенний уже прошел. Что я хотел еще рассказать, дорогие мои. А что я могу еще рассказать? Можно только что-нибудь показать. Будем здесь пока лазить. А там посмотрим. Не переключаемся. Смотрим. Ну и потом это заливное место было, когда речка была больше. Заливное, не заливное. Я сейчас про другое говорю. Ну что? Про друзей наших славных. Да, рад ли они. Сейчас, да, сейчас дождь ночью шел. Вылезли от речка, по которой мы хотим тоже полазить. Первый сигнальчик. Квестик целенький, но гнутенький. Вот это уже хорошо. Идет широкими шагами. Что-то откопало. Господи. Я надену полоску. Что ты? Штвертин. На обороте, да. На обороте вижу, что я надену. Вот это же ничего. Они никогда живы не тихо. Здесь-то уж точно. Вот на урочище бор. Вот это было, да. Они были красивые. Да. Не глубоко, кстати говоря. На реке. Сейчас покажу. Входил. Сейчас покажу. Речка старая, кстати говоря, очень. Мне кажется, она, конечно, шире была в то время. Как видите, не глубокая совсем. Да есть, конечно, с ней два. Вот так вот. Красотень. Странный сигнал. Очень похожий на фольгу. В ней траки. Только 16.01, чуть ниже. Такая чудесная реликвия. В принципе, в сохранчике. Тем сходить вон к тем деревьям туда. В принципе, там особо никогда не лазили. Там всегда заросли. Ну, высокая трава была. Сейчас ходим вот здесь, по островочку. Подошли вот к этим деревьям. Блин, у меня камера садится. Трагедия. Короче говоря, там чешую собирали. Здесь выскочил трешка 31-го года. Так, у Любы возле дороги. Рамочник. Там что-то сигнали. Сейчас посмотрим. Наконец-то выпало то, за чем мы сюда пришли. Какая затерка. Чешуйка. С одной стороны, более-менее коняшка. Москва. Москва, да? Сейчас взглянем. Это уже после Ивана Грозного. Ну, естественно. Ладно. Смотрите. На этом поле, я помню, тогда Люба очень хорошо встала на какое-то направление. Шла, собирала чешую, одно за другом. Одну за другой. Господи. Потом не могли никак найти это направление. А сейчас вроде вот чешуйка и медный бунт. Видимо, где-то вот так они ходили. Не вдоль вот этих деревьев, как потом дорога шла, а где-то чуть-чуть правее. Я примерно засек. Сейчас покажу. Вот березка стоит. О, стабилизатор перестал работать. Вот где-то вот в этой линии. Так. Следующий артефакт. Так, и стачек целенький. Поднатистерный. Поднатистерный. Ну, нормально. Ну, и следующий сигнал. Ну, медь, конечно, здесь печальная. Хотя... Что-то даже видно. Ха-ха. Ну, ладно. Всегда прикольно было смешение эпох. Чешуя, допустим. И рамочник. Полушка, допустим. И ходячка. И еще что-нибудь. Прикольно. Хотим на машину дойти камера садиться. Сейчас пауэрбан хоть взять. То стаб уже не работает. А ну-ка. Ну-да. Так, он гораздо в худшем сахаре. Так, у него лепесточек. У меня трояк 38-го года. Вот она машинка стоит. Сейчас за тут долезем. Ну, у меня здесь, к сожалению, вообще печальная. Чисто для количества. Друзья, совсем у меня все слилось в голове эти дни, числа. Ребята, с днем Победы. Сегодня 9 мая. Что-то меня осенило вдруг в лесу. В поле, точнее. Вот интересно. 9 мая, да? Смотрите. Раз. Как же я люблю их находить. Такие они прикольные. Ай. Я с Иван. Иван четвертый. Грозный. Васильич. Хорошая чешуечка. С сабелькой. Или это копейка. Вот это ранние, которые были с сабелькой. Или все-таки деньга. Вот я не очень хорошо в них разбираюсь. Надо смотреть подробнее. Потому что с сабелькой были и копейки. Чтобы для информации, ух, как без стаба хреново снимать-то. Сейчас я до машины дойду. Вот. Покормили камеру. С большой глубины зеленый какалик. Капуста. Не знаю, как у меня. Убитая. Круп капусты. Да уж. Третья на сегодня трешка. На этот раз 54-й годик. Здесь что-нибудь коллекцию трешка, что ли, собирают? Я не понял. Советские. Хорошо, когда камера накормлена. Кто не знает, сейчас гнездуются чибисы активно по полям у них. Подростки еще на крыло не встали, бегают. Сейчас я, к сожалению, не успел заснять. Хищник какой-то прилетел. До семейки чибисов, наверное, птиц пять. Хорошо ему вставила. А тогда отгоняли. Вон они летают. Но сейчас не видно, паспортно. Хорошо ему влупили. Тот завизжал, заорал и улетел. Такой смешной совет у меня выпал. Я таких-то никогда не находил. Он лысый совсем. Такое ощущение, что ушлифовали, что ли. Цирк. Да, переменчиво нынче погода. Буквально вчера ходили просто, обливались от жары. Копали с пяти утра до девяти, в девять уже домой уехали, в начале десятого. А сегодня суперкомфортно, наверное, градусов 10-12 на улице. Просто шикарно. Маленькие наши друзья все попрятались. Ручки пока не тянут. Тот я про крысею. Что-то она нашла. Идем смотреть. Чего? А, лепесточек опять нашла какой-то. Посмотрим. Ба моя. Второй серебряный. Только поменьше. Обалдеть. Ну, супер зачет. Дорога еще даже. Да тут их, блин, куда только они бежали. Целенький, второй. В коллекцию, к большому. Обалдеть. Супер. Крест серебряный. Змея с датой 1877 и пробы серебра 84 в прямоугольном щитке с закругленным верхом. И следующий сигнальчик. Ой, ее надо чистить, она вообще непонятна. Четыречек, пятнашка. Так непонятно, какое угодно. Непонятно, какое угодно. Чебеси визжат, слышите? Мы их тут от гнезд недалеко ходим. Где они ходят? Нет. Вон за кустами там еще одно поле, там никогда не ходили. Но я боюсь, что и сейчас не получится, потому что там клещевание. Еще один щитовичок, но окисленный, надо чистить. Вот академическая весенняя тема. Почему она у нас позапливается в этом году? Это рамочник. Они все здесь окислены, их надо все мыть. Люба перелезла вон там через ручей. Я сейчас здесь пройду. Вот, прям на входе. Интересно, Семенцовый что ли? Потом помоем, посмотрим. Такая вот полянка здесь прикольная. У меня очередной трояк. Это раз 28-го года. Точно подготовку все не соберу. Ходим по этой полянке. Только что откопал. Петлю двернул. Слышим делом, думаю, может здесь какой-то странник стоял. Так, клещи есть. Че-то нашла. Кромя советов. Довольная. Ух, ядрить-то ж, мадрить такая здоровая. Нифига себе. Чья хоть? Не-не-не. Не-не. Хрен знает, короче. Крупная. Интересная лужайка. Ты посмотри, где я ее нашла. Петля там, где она стояла, вот полная. С дырками. А грешным днем дома не стояла, здесь какая-нибудь изба. Легко. Ведьмин дом. Да. Так, вот Люба чешую подняла, ямку еще не закапывала, что-то там сигналит. И вот такая штуковина тут рядышком. Вот такой вот. Все, покидаем мы полянку. Уж больно опасно, много. Мы, конечно, обработанные, они отваливаются от штанов, но где гарантия, что он не залезет где-нибудь в рукав. Слят достаточно высоко вот на сухих травинках. Там, видишь, какая красота. Камка. Камка. вижу есть фокус нет фокуса все обгадился камер короче наваждение очередной трояк это раз двадцать девятый год 5 че цирк у тебя что проверить на камеру солнце вылезло сразу жарко стану ладно уже двигаемся к машине пара честь все еще мяско жарить ям-ням один еще там у нас кучу возле дома шурфит вроде как по крайней мере вчера он собирался в клещевальню не поеду обломка одевается на ремень что концевик пройдет не в кучке в этом в комочке то проткни это в середине него я так думал пуговиц ладно и следующая цель советик печка тридцатого года и а и он и Так, прибыли на базу, Димыч ковырял этот гору, сейчас отчетик тогда засниму. Так, вот так походились. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 монет, 4 чешуи. Ну да, прикольный этот Грозненский офигенно. Это Псковский ГР, Чиканский. Это Москва. Это уже после Грозного. Ну это какой-нибудь Алексей Михайлович, типа того. Ну и кресло этот зачетный. Так что вот так. Это точно не Грозненский. Теперь мы с дядь Димой отправляемся за мясом, потому что сегодня 9 мая. Будем жарить мясо. Все. Спасибо за просмотры. Всем пока.